Балон Т2. Прекрасно. Здесь я предлагаю сделать нагревательный отсек. Ага, сразу приплыли мы по энергии. Всё. А электричество у меня теперь в запасе 22,45 кВт. Привет, дружище! Продолжаем выживать в Планеткрафтере. Вот такая у нас уже с тобой база здесь есть. Напомню, что в прошлой серии настроили вот здесь растений. Теперь добывается кислород уже в приличных количествах. Есть кабачок. Есть, как он называется, баклажан. Как его кушать, только непонятно. Но я думаю, он когда вырастет, может вывалится откуда-то или что. И самое главное, поставили станцию по сборке. Прокачал свой костюм. У меня, смотри, и кислородный баллон Т3. И рюкзак Т3. И микрочип скорости добычи есть. Фонарик, экзоскелет. И клешни. И эта хуйня, я забыл. Какие планы на сегодня? Расширить базу маленько. Тесновато здесь становится. Я думаю, вот туда еще два блока поставить обязательно надо. Железо у меня есть. Ну вот, это вот такой, короче, у нас офис, не офис. Пункт управления. Стульчики. Ну, ткань мы не будем сюда тратить. Уж явно. Уж явно. Есть лестница. Есть маяк, кстати. Маяк мы еще не пробовали ставить. Но сейчас мы это делать не будем. Опа, баклажан вырос и кабачок вырос. Первый клик, чтобы употребить. Правый. Круто. И вызросла первая еда. Я думаю, кабачок я возьму с собой. Баклажан оставлю. Мне уже некуда складывать здесь. Надо делать еще один ящик. Что надо взять с собой, прежде чем отправиться в путь? Надо взять с собой еду. Это у нас есть. Надо ссосать с собой воды. Это у нас пока нет. Но сейчас мы сделаем. Вот вода. И хорошо бы взять с собой ресурсов на вот эту вот капсулу. Два железа. Хотя мы их по пути подберем, да? Железо, железо, титан. Железо, титан, крепкий. Мы их по пути подберем. Короче, три железа, два титана и один кремний надо подобрать. Три железа, два титана и один кремний. Чтобы поставить вот там вот домик. Чтобы не бежать, дышать совсем уж обратно до дома. Я думаю, это будет очень удобно. Три железа, два титана и один кремний. Ночь на дворе, конечно. Не самое лучшее время для экспедиции. Но когда нас это останавливало? Вот железо. Вот железо. Магний был не нужен, но ладно, пусть будет вот кремний. Так, еще нужен титан и железо. Вот железо, вот титан. Все, я могу себе теперь три железа, два титана и... А, кремния нет еще, подожди. Железо подберу. Кобальт. Да, блин, магний. Все время думаю, что это кремний, а это магний. Кремний, кремний. План такой, короче. Я сейчас добегу до того корабля. Там поставлю какую-то переносную хибару. Вот это вот железо я, конечно, не могу оставить просто так. Вот он, кремний, все. Чтобы можно было подышать, если что. И оттуда уже пойду исследовать сам корабль. Если что, в той же хибарке можно будет поставить во времянке, скажем так, ящик. Чтобы все скинуть. Буду туда выносить ресурсы. И там складывать. А потом потихоньку, по мере необходимости, ходить и забирать просто их оттуда. Мне кажется, это очень удобно будет. Вот такой, собственно, план. Залутать вот этот вот корабль. Скоро уже кончится кислород. Но у меня есть еще одна банка. Но тратить, наверное, я ее не буду. Потому что лучше я сделаю сейчас домик себе. Вот здесь прям подышу и дальше пойду. И разберу его потом. Да? Да. Я правда не знаю, возвращаются ли все ресурсы. Сейчас мы посмотрим как раз. Вот у меня 9 клеток получается свободно. Сколько мне вернется ресурсов? Так. Три железа. Да все вернулось, в общем-то. Схема рабочая. Ох ты, сколько тут всего. Это я даже брать не буду. Я вот сюда покидаю железо, пожалуй. Пусть оно тут лежит. Это я даже брать не буду с собой. Оно пригодится мне потом. И не здесь. Оно пригодится мне дома. На моей базе. Ну вот это какая-то нога, что ли, отстыковочная или что? Это один или это два корабля? Выглядит, конечно, клево. Выглядит, конечно, клево. Что они тут все нападали? Может, здесь была какая-то битва? Это обломки боевых кораблей. Но на боевые они не похожи какие-то. Они исследовательско-гражданские, что ли? Так, здесь могу строить? О, я здесь могу строить. Ну вот здесь и построим сейчас. Но что ты не вертишься-то? Вот. Все. Будем дышать. Сюда сейчас сложим. Подожди. Шкаф для хранения. О-о-о. Ну-ка, ну-ка. Ух ты. Вот это вообще нормально. Ну все, теперь я тут могу и дышать, и жить, и все. Погнали. На обследование вот этого корабля. Фонарик нужен обязательно. Какой-то хоррор музыки, конечно, не хватает. Если честно. Жуткая музыка здесь бы добавила маленькая. Адреналинчик. Мне так кажется. Так, вижу еще один обогреватель. Это мы разбираем. Это нам все пригодится. Чип. Чипы это вообще тема. В чипах вся прокачка, весь прогресс. Новые всякие модули там открываются. Чипы пропускать ни в коем случае нельзя. Направо или налево. Да пойдем пока направо. Ящик там видел, но... Подберу его потом. Ух ты, сразу два. А что у нас тут? А что у нас тут? Две ткани, кстати, есть. Так, но единственное, это железо я не смог подобрать. Надо отнести в свою временную базу и туда сложить. Так и сделаем. Конечно, я классно придумал. Вот это все сложили. Воды, наверное, уже можно попить. Есть пока не буду. Цветок красивый. У меня такой, кстати, уже есть. Растет, насколько я помню. Один. Будет теперь два. Нужно будет украсить базу. Вот там, где офисное я сделал помещение с монитором, я думаю, где мое железо? Вот туда надо будет посадить тоже цветочков. Ну, чтобы как-то атмосферку разбавить. Что тут? Какие обломки еще? Требуется... А, технический мусор. Чип деконструкции Т2 нужен для этого. Прикольно. То есть сюда можно будет потом еще вернуться и, видимо, какие-то новые ресурсы с этого подобивать. Охренеть, сколько тут ящиков. Ну, конечно, все забираем. Теперь можно вообще не глядя, просто брать все, даже уран. Тащим все до дому. Сколько я это буду потом возвращать на базу? Хотя, слушай, может быть, не все возвращать. Те ресурсы, которые... На электричество, там, на электрики, на всякие обогревалки и нагревалки. Их, наверное, здесь надо применить. Потому что, ну, а что тащить-то вот это все куда? Не знаю даже. Пока просто сложим. Пока сложим, а там посмотрим. Тащить это все, не тащить. Может быть, на самом деле, я это все перетащу, чтобы, ну, красиво было все на базе. Тебе приятно смотреть будет. Просто сделаю это, скорее всего, за кадром. Сегодня мы это все залутаем. Посмотрим на наш улов, сколько у нас чего там добылось. А за кадром потом я это все-таки, наверное, перетащу на базу. Ну, чтобы там все собирать. Так, наверное, будет правильно. Хотя, если такие корабли будут часто попадать в них, то, наверное, имеет смысл прям на месте что-то делать базы. На месте повышать терраформацию. И добывать электричество. Скорее всего, смысл в этом есть. Так. Экраны тут, ящики. Е-мое, что это такое? Что это такое? Открыть генератор термоядренного синтеза. Что сюда можно подать? Суперсплав? Нет. Суперсплав не дает сюда поставить. Ну, а тут такого больше-то ничего и нет. Что поставить? Ладно. Итак, грузовой корабль Кирилла-4. Журнал оборудования номер 436. Сегодня утром, когда мы находились в 17-м дне космического путешествия к Стигмару, корабль необъяснимым образом вышел из гиперпространственной скорости. Инструменты навигации сошли с ума. И вся мощность корабля упала, как будто он был истощен чем-то внешним. Мы собираемся попытаться совершить аварийную посадку на этой планете, на которую никто не поверил. Я не уверен, что мы там найдем, похоже на поверхности, сильный шторм. Надеюсь, у нас все получится. Год 3021. Ну, судя по граблю, не так давно они сюда упали. Поэтому, наверное, я тоже где-то в районе 1000 до сферы. Ух ты, кислород заканчивается. Побежали подышать. Что-то у них кто-то высосал энергию. Так, нет, дохнуть я здесь не хочу. Ох ты. Кислород-то я оставил. Успеем, интересно, добежать или нет? Нет, походу, не успеем. Вот это, конечно, лох. О, успел. А, нет, не успел. Почти успел, называется. Так, у нас есть что? У нас есть два чипа. Можно поставить вот здесь. Вот эту штуку. Нет. Экран исследования нам нужен. Чертежи. Вот, экран чертежи. Расшифрован микрочип. Сапоги ловкости Т2. Сейчас я прямо здесь на месте буду прокачиваться. Мне кажется, это отличный вариант. Еще один микрочип. Перерабатывающая машина. Так, теперь надо сделать что? Надо сделать станцию сборки. И здесь мы можем... Сапоги ловкости. Подождем, у меня есть сапоги... У меня даже первых нет еще. Экзоскелет можно сделать второй. Кремний, магний, магний, алюминий. Давай сделаем. Алюминий. Магний, магний. Так. Не понял. А, ага. Понял. Вот это оставляем. Подбираем, значит, алюминий. Магний. Экзоскелет. Дайте экзоскелет. Что там надо для второго? Еще титан, кремний и магний. Титан. Это что? А, это рюкзак. Я рюкзак, что ли, снял? Кремний. Блин, а зачем я рюкзак-то снял? Кто-то выкинем. Кто-то оденем. Так, рюкзак сюда одеваем. Вот так. Магний, кремний. Что там надо было взять? Кремний. Экзоскелет. Еще один магний нужен. Еще один магний. И мы делаем экзоскелет. Отлично. Ну, давай одеваем его. Угу, надели. Вот так вот. Вот. Это классно. Теперь, что еще можно сделать? Прямо на месте, чтобы не отходя от кассы. Это у нас есть? Да, правда же? Скорость добычи, а где она? Вот это все предлагаю подсобрать, чтобы тут не валялось. Это у нас есть, но не знаю где. Ладно. Вот эти сапоги хочу. С по идее ловкости Т1. Алюминий, алюминий. Две ткани. Вот у нас еще ткань. Алюминий. А где еще алюминий? Хватает, в принципе. Так, и на вторые нужен сплав. Сплав есть у нас такой? Ткань, кстати, имеется. Сплав у нас только один, да? Да, вот. Хватает. Так, сапоги вторые есть. Рюкзак третий есть. Баллон третий есть. Это есть, да? Третий, третий. Второй. Второй. Вот, нормально. И ресурсы все поприменяли, и прокачались хорошо. Надо поесть, кстати. Это уже как-то прям плохо становится, чувачку. Микрочип скорость добычи. Я ж его делал, нет? Там куда-то вывалился, может быть? Не пойму. Но тут нигде не валяется. Ладно, допустим, я его не делал. Допустим, я его не делал. Чертежи. Давай чертежи тут соберем. Нет, слушай, зачем чертежи? Да, можно еще поставить. Нет, не будем их ставить. Не помню, делал я микрочип или нет. Магний, кремний, алюминий. Если что, сделаем его на базе. Уран туда, может быть, засунуть. Вот, в ту штуку. Выглядит она так, как будто у нее надо совать уран. Давай пойдем посмотрим. Какой-то ядерный реактор или что-то типа того, как он там называется. Так, 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 тут были рюкзачки. Ящики, точнее. Ага, это не открывается. Это мы соберем. И вот это вот тоже соберем. Это у нас не разбирается, но это мы почитали. Вот, у нас тут есть еще одна микросхемка. Ну, это, видимо, все. Финал. Финал в смысле этого космического корабля. Не финал, я говорю, конечно. Так, давай сюда уран попробуем. Нет? Контейнер. Что сюда ставить-то? Что это? Как оно называется? Генератор термоядерного синтеза. Что ставить? Непонятно. Ну, ладно. Разберемся. Я думаю, что туда поставить принесем. Принесем и поставим обязательно. Это такая заметочка на будущее. Тут все собрали. Ну, в общем, все. Я залутал в этом корабле. Теперь думать, как вот эти два огромных ящика дотащить. Что надо в первую очередь? Что в трое? Ну, вот микросхемку надо на месте исследовать просто. Кремнии где? Вот он. Микросхемку таскать смысла нет никакого. Блин, не в том меню нахожусь. А, в том меню нахожусь. Вот. Это мы можем, значит, отсюда разобрать. Что дальше мы поделать? Здесь на месте я предлагаю не ставить ничего. Все тащить в дом. Вот эти все семена будем там рассаживать. Воду забираем. Железо обязательно забираем. Железо я сразу применю. Кстати, семена я пока оставлю. Вот я лучше заберу железо. Наделаю там расширение для нашей базы. Вот это будет тема. А вот все, что к базе не относится, мы пока брать не будем. Воду выпить просто. Чтобы не таскать. Так. Вот это тоже оставляем. Берем с собой, в общем, что? Железо? Все. Ну, почти все. Да? Сколько у нас? Титана-то у нас немного. Значит, берем вот так вот. Железо и три титана. Вот. А, у нас еще крем не завалялся один. Вот так. Все. С этим сейчас бегу до дома. Буду там строить. Здесь, короче, такие отсеки. Здесь мы работаем. Тут едим и выращиваем. Здесь прогревочная. В бане, короче. Можно, кстати говоря, поставить еще парочку вот этих обогревалок. Иридии-то у меня много. Кремния у меня много. Сюда вот, как я хотел. Так. А что у нас с электричеством? Хватит еще на одну. 14 киловатт. А оно сколько жрет? Три с половиной. Так, кремния и два иридия еще надо взять. Кремния. Два иридия. И ставим вот эту штуку. Ну вот. Такая вот прогревочная комната. Как у нас, топ-ти информации почти дошли до 50%, кстати говоря. Давление. Ну, я не знаю даже, как по этим цифрам ориентироваться. Относительно чего тут. Что хорошо, что плохо. Вот здесь понятно. 45% у нас есть. Но тепло вроде хорошо прибавляется. Кислород тоже как-то прибавляется. Давление вот надо добавить. Для давления нам нужно что? Нам нужны вот эти вот буры. Т-1. О, у нас есть Т-3. Два железа, алюминий, титан. Ну, у нас этого ничего нет уже. Что там? Что там? Блин. Опять забыл про воду. Прямо на базе. Ну, как так можно? Ну, тут благо, что это вообще не страшно. Так. Итого, что у нас получилось. Вот такая вот база. Пустовата пока. Но есть уже вот три отсека, скажем так. Вот этот отсек выглядит неплохо. Скажу прямо. Даже я его заскриню сейчас. Вот так вот. Вот такой будет скриншот. И надо снаружи это сделать еще. А ты... Как вообще? Ты давай пиши комменты. Понравилось тебе, не понравилось. Все-таки я же делаю видосы не для себя, в конце концов. Для вас, для зрителей. Вот. Если тебе что-то не нравится, если что-то хотел бы поменять, добавить какую-то критику, пожелания. Вообще все приветствуется. Давай общаться. В комменты пиши. Отвечаю всем всегда. На каждый комментарий обязательно отвечу, что бы ты там не написал. Даже если хочешь что-то написать плохое, но... Даже плохое игнорировать. Не буду, что-нибудь отвечу. Но вообще лучше пиши хорошее, потому что негатива у нас в жизни и так полно. Давай радоваться. Все-таки, в конце концов... Так, подожди. Что происходит? На такой веселой ноте? Что за апокалипсис начался? Эй! Не ломайте мой дом! Вашу мать! Чего там? Что это? Все? Мне пизда? Почему оно все летит? Что за бомбардировка началась? Не было никаких уведомлений. А, может быть, надо было сделать антенну? Мне бы сказали, что, типа, к вам приближается там хрень какая-нибудь. Пока вроде ничего не попадает. Я надеюсь, никто не попадет в меня. Вот этот как будто летит прямо в меня, если честно, астероид. Нет, нет, в гору летит. Этот тоже криво. Этот был близко. Ух ты, там еще и ресурсы выпадают какие-то. Смотри-ка. Давай посмотрим. Ага. Это был какой-то астероидный дождь, типа, или что? Куда он там? Чего? Понятно. Оптимизация. Ну вот, кобальт как бы есть. Я так понимаю, что это была такая небольшая астероидная атака? И что? И там, наверное, ресурсы заспаунились новые. Они же не могут просто появиться. Вот, типа, был такой спаун. Ну ничего, в следующей серии пройдемся, посмотрим, что там и как. Всем пока. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки. Пишите. Будем строить нашу базу дальше. Она уже вон какая красивая и большая. Но пока пустая. В следующей серии попробуем ее наполнить чем-то интересным. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok